Я все время думаю, да, вот, в моей жизни, когда были шансы, я их всегда использовал. Не всегда получалось то, что я хотел, ну, не всегда, но я всегда, вот, если давали шанс, говорю, слушай, вот, есть там каратист, съезди, ну, посмотри. Приезжал, мне не нравилось, да, потом я приезжал, понимал, что я что-то пропустил, но я ехал, да, где-то получал, где-то получалось, но из пяти, там, из шести моментов, один момент сразу был ценностью. Я потихонечку-потихонечку набиралась, но я доверял, я доверял, что вот есть шанс, надо двинуться, да, и вот, как мне объяснить, что здесь есть дверь, например, которая даст возможность тебе после двух дней быть всегда, всегда уверенным. Ну, прямо я могу сказать, что, ребят, через два дня вы ни на кого никогда не будете обижаться, никогда, ни на кого, вообще никогда. Хотите научиться вообще никогда ни на кого не обижаться? Вот у вас есть два дня, которые могут решить этот вопрос. Хотели бы наладить все свои отношения со всеми своими близкими и сделать так, например, чтобы кто-то, например, полюбил вас и женился на вас, или выйти замуж, например, да, там, ну, вот, быстро-быстро достичь твоей цели, причем легко, в легкости, без напряжения, но работать надо будет. Только работа будет не на этом уровне, на котором вы сейчас делаете, а немножко выше, где причина. Ну, как, там чуть-чуть сделать, здесь все поменялось, да. Вот, есть такая причина, когда один женский учитель завелся в ученика в лабиринт. Завел и говорит, выходи. Тот ходил, 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 просто, ну, просто умер. Часов пять ходил, пришел, говорит, учитель, я не могу выйти. Он его вывел, поднял его на гору, говорит, посмотри, пожалуйста, на лабиринт, посмотри и запоминай все. Закомнил? Говорит, да. Теперь завел его, говорит, выходи. Тот вышел в гонаверную. Говорит, надо, чтобы решить вопрос, надо иногда подняться просто над ним и, как бы, решить его сверху. Но люди говорят, буду все равно из лабиринта выходить. Буду, вот не хочу, чтобы ты мне показывал лабиринт сверху. Я буду в лабиринте ходить долго, пока вот не вру. Они говорят, слушай, ну, может, все-таки подняться. Анекдот мне очень такой нравится, когда, Ромка рассказывал про обезьяны, я тоже вспомнил анекдот, когда ученые, значит, привели одну обезьяну в вольер. В вольере стояла пальма, на пальме висел банан и внизу лежала палка. Ну, и обезьяна висела банан и начала трясти эту пальму. Трясла, 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 устала, села, запыхалась, вот палка, везла палка, сбила банан и съела. Да, люди засекли, 24 минуты прошло. Запустили прапорщика. Та же самая ситуация, пальма, банан, палка. И он начал трясти эту пальму и начал, и тряс час. Ученые говорят, слушай, товарищ прапорщик, может, как-то по-другому можно все-таки с бананом? Может, вы подумайте? Хер эту думать, трясти надо. Ну, людям надо обязательно дойти до грани, до какой-то, до точки, чтобы понять, все, не получилось. А когда подходишь, подходят моменты, когда предлагают им дверь, знаете, как котенка предлагает молоко, да? Он ищет молоко, ему прям ставят, и берут за шкивку его, и он говорит, нет, нет. Я сам найду, где-нибудь на кухне, а сюда не надо, не надо. И вот когда приглашают на презентацию, мне кажется, иногда, хорошо, когда люди сами приходят, иногда их за шкивку берут и говорят, пойдем, тебе надо, молоко, человек такой заходит, ну, как бы, нет, не хочу. Так вот, я всегда считаю, что люди должны созреть для этой работы, и если ты созрел, то я тебе приглашаю, если ты не готов, то не надо ничего делать, сиди дома и не напрягайся, лучше, как бы, занимайся собой. Потому что, когда человек созревает, и начинает доверять, да, там, человеку, который с ним разговаривает, учителю, еще кому-то, кто-то, там, приходит ко мне, кто-то едет до лави, кто-то, там, едет, еще кому-то. Но каждый должен созреть и найти своего учителя, ну, своего, которому он доверяет. И здесь очень важно заходить в доверие, потому что, вот, если приходишь без доверия, эффект маленький. Потому что, ну, как ты будешь слушать человека, которому ты реально не доверяешь? Ну, половина будет просто уходить никуда. Поэтому, мне нет желания, вам понравится, мне нет желания продать. Вы не знаете, есть желания, у вас есть шанс, вот, сообщите вопрос об этом, что у вас есть шанс попасть в тонкий план, где живут чудеса. Потому что, мне очень нравится, когда мне пишут смс, или пишут в ВКонтакте, «Дед, спасибо тебе за чудо, спасибо тебе, дорогой, за то, что ты создал это что-то невероятное, вообще не представляю, как ты это делаешь. Что-то в Волгограде у меня был тренер, и ко мне приехало с Испании два человека специально на тренинг в Волгограде». Да, честно, охренел, с Испании приехали люди, потому что кто-то им сказал, «Это круто, чудо, приезжайте». Они приехали, проревелись там два дня просто, любви уехали парень и девушка. Только они приехали, хотели не разводиться, а уехали как бы на медовый месяц, на следующий. Ну, как бы у них на жизни наступил медовый месяц, после тренинга новый. Так, кто был один в моем магазине, теперь новый. Вот они мне говорят, «Обрат, спасибо, вы». Ну, как бы, что с людьми делать, да? Просто, ну, просто вот, не разглядели друг друга, а на тренинге разглядели, представляете? Очень здорово, когда приходит пара, просто невероятно, когда приходит пара. Это вообще настолько ценно на всю жизнь. Это как инсайд пережить, как алая паруса.